Друзья, хочу порекомендовать отличный парк для работы с Яндекс.Такси и Болт. Парк находится в Санкт-Петербурге, но подключение по всей России. В чем плюсы работы с автопарком? Первое, это работа с физическими лицами. Вам не нужно заморачиваться с ИП и с бухгалтерией. При этом комиссия парка составляет всего лишь 3%. Деньги можно вывезти также в выходные и в праздники. И это все равно получается выгоднее, чем ИП. Реальная техподдержка, а не на словах. Надежный партнер для работы с Яндекс.Такси и с Болт. Переходим по ссылке в описании, смотрим, звоним, подключаемся. Зарабатываем деньги на праздниках, радуем себя и своих близких. Продолжение следует... Всем доброго дня, меня зовут Евгений, я являюсь владельцем компании VlacCenter. Эту фразу вы слышали кучу раз, но я не знаю, как по-другому начинать ролик к коду. Слово мы не придумали, как вступление придумать. Блин, не суть, короче. Вы долгое время просили именно этот автомобиль. Долгое время писали про Audi Allroad, уже рестайлинговый на Ген 3 моторе. И поэтому именно сегодня для вас этот автомобиль 2015 года. Погнали, сейчас расскажем, сколько он стоит в содержании. Немного про сам автомобиль. На самом деле это честный отзыв владельца, но забегая вперед, на автомобиле пробег около 70 тысяч километров. И с машиной не происходило ровным счетом ничего. То есть не было ни гарантийных обращений, не было никаких непредвиденных ремонтов. Происходили абсолютно плановые ТОХи, несмотря на то, что автомобиль находится на стейдже 2. То есть в нем на данный момент более 300 лошадиных сил, и он абсолютно исправно и очень хорошо работает. Забегая вперед, то что тачка немного занижена, не бомбите на эту тему. А 4 Allroad очень часто берут для того, чтобы их занизить и поставить на красивые катки. Объясню почему. У них очень широкие арки, и машина заниженная смотрится просто бомбически. Это зимний сетап, это немного другие колеса, поэтому на летних она смотрится просто божественно. Ах, хорошо, когда холодно, а мотор тепленький. Мотор у нас ген 3, и у этого мотора в целом уже все болячки устранены, которые были на данных типах двигателей. Эти моторы, они не жрут масло, то есть если даже они начинают жрать масло, эта история очень легко убирается раскоксовкой под ключ. Данная работа стоит около 12 тысяч рублей. Она в себя включает раскоксовку, масло, замену свечей, все естественно оригинальное. Поэтому сильно переживать на тему жора масла этих моторов я бы не стал. Раньше, да, когда не знали про раскоксовку и не знали, как это делать, все отписывали поршневую группу. Но поршневая группа здесь уже тоже стоит рестайлинговая, поэтому очень-очень редко на этих моторах встречается именно жор масла. Что еще было на предыдущих поколениях, и здесь исправлена цепь. Цепь здесь уже ходит более 120 тысяч километров. Мы встречали машину с пробегом и в 160 тысяч километров, когда необходимо менять цепь. Как это смотрится? Все очень просто. Передняя крышка, инспекционное окно, оно скидывается, смотрится состояние натяжителя, потому что через компьютер, Васю диагност, это не совсем корректно смотреть. Там есть погрешности. Я бы все-таки загнал машину на СТО и посмотрел. Вам все это сфотографируют, и у вас будет наглядное понимание, что здесь происходит. Из недостатков, которые, наверное, олдскульщики скажут, в моей молодости такого не было. Здесь у нас отсутствует масляный щуп, но его можно поставить механически. Честно говоря, особого смысла его ставить нет. Если вы за машиной следите хорошо, качественно, все вовремя меняете, то датчик уровня масла, он работает и работает. Он показывает, причем там в очень большом диапазоне. И не выходя из салона, втепление, открывая капот, вы видите, что у вас в моторе, какое количество масла. Поэтому с этим проблем нет. Напомню, что машина у нас находится на стейдж-2. У нас даже там фильтр воздушный нулевого сопротивления. И все это ходит очень прекрасно. То есть владельцам автомобиля покупался на 37 тысячах километров. И сейчас уже за 70, и все, прям вот вообще огонь. И огонь будет, на самом деле, еще очень долгое время. Потому что ген-3 мотор, потому что, ну, в целом, с ними почти ничего не происходит. Единственное, что, если вы меняете масло по дилерскому регламенту раз в 15 тысяч километров, готовьтесь где-то к 100-130 тысячам километров поменять уже турбину. Ремонтировать их нормально пока еще не могут. Вот именно на ген-3 моторах. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Просто нам не везло, и мы не попадались на такие конторы, кто может так качественно сделать. Турбина стоит около 50 тысяч рублей. Но раз в 130 тысяч километров выкинуть 50 тысяч рублей, я считаю, что это небольшая сумма денег. Еще из больных мест на этих моторах можно отметить то, что помпа пластиковая. Она со временем рассыхается и начинает течь. Помпа стоит около 13-17 тысяч рублей. Плюс ее замена. Есть также неоригинал. Но я бы все-таки рекомендовал помпу поставить оригинальную, потому что даже самый качественный неоригинал со временем, ну, намного быстрее начинает трескаться, уже пройденная. То есть мы какое-то время ставили неоригиналы, меняли их по гарантии, и в итоге, как бы, человек просто доплачивал, мы ставили оригинал. Потому что неоригинал нам не очень понравился. Что нужно про него знать? Масло меняйте раз 7,5 тысяч километров, меняйте технические жидкости, и в целом он вам не доставит никаких проблем. Это действительно та машина, которую стоит брать именно на этом моторе. Потому что в стоке он у нас идет 225 лошадиных сил, а на стейдже он далеко за 300 лошадиных сил. И машина едет маленькие 5 секунд. При этом это семейный универсал, жена вам ничего не скажет, но в выходные с пацанами вы сможете спокойно раздать. По мотору, я думаю, что можно заканчивать. Я вот этот мотор просто любил, целовал, потому что я считаю, что это один из лучших ваговских моторов на данный момент. На следующих поколениях мотор тоже очень похожий, и тоже их любить, целовать. То есть прям дико кайфовый мотор, именно 225 лошадиных сил. Если смотрите тачку на автору, либо еще где-то на авито, неважно. Ищите именно на этом движке, и будет у вас счастье, радость. Не будет серой погоды, как в Питере. Меня уже потянуло в лирику, давайте поговорим про коробку. Коробка здесь стоит DL501. На самом деле она себя хорошо зарекомендовала. И чтобы понимать, такие же коробки, например, ставятся на Audi S5, в которой 333 лошади в стоке. И эти коробки даже живут на Audi S5 Stage 2+, когда там 450 лошадиных сил. Живут они очень хорошо. Главное вовремя менять технические жидкости. Замена масла в этой коробке стоит около 15 тысяч под ключ, на оригинальных компонентах полностью. Также я бы рекомендовал примерно раз в 80 тысяч километров поменять масло в заднем редукторе, и ближе к соточке поменять в переднем редукторе и в раздатке. И тогда вообще все будет кайф, даже на Stage 2, даже если вы будете постоянно ураганить. Естественно, когда завезли жену с ребенком куда-нибудь в садик, на работу, дальше вы можете ехать очень спокойно и очень быстро. Благо у нас здесь полный привод Quattro, классический Torsen, который в целом неубиваемый. Я не встречал ни одного убитого Torsen, даже на автомобилях, которым 20 лет. Если вы встречали, отпишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, ну, я один раз слышал про то, что Torsen рыгнул, но я этой машины вживую не видел. Слово рыгнул. Сейчас начнется бомбежка в комментариях. Мы пока только один раз за ролик это сказали. Один. Один. Рыгнул, 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 рыгнул. Благо здесь стоит Quattro. Механически полный привод. С ним ничего не происходит. Он ходит крайне долго, крайне надежно. Он переживет вас, он достанется вашим детям. Ваши дети передадут его внукам. Главное, вовремя менять технические жидкости. Его действительно очень сложно убить. Это надо искренне постараться, чтобы с ним что-то пошло не так. По коробке, я думаю, что можно заканчивать. Напомню, что на автомобиле 70 тысяч километров, и с ним не происходило ровным счетом ничего. И вы можете сказать, типа, блин, всего 70, какого хрена? Ребят, машина катается и каталась всегда в мегаполисах. Она сначала была в Москве, в данный момент она находится в Петербурге. Эти 70 тысяч километров, чтобы вы понимали, у владельца пробег в год 10 тысяч. Город, пробки, то есть моточасы вы можете увеличивать в разы, если вы живете в регионе. Ну, вы должны понимать, что это соизмеримо с регионом где-то 150-170 тысяч километров, потому что у вас хотя бы есть трассы, и вы не выезжаете, и 10 километров не едете час, как мы в мегаполисах. Так что сильно не серчайте. Давайте закончим по коробке и перейдем к подвеске. Подвеска. А подвеска многорычажка кучу раз говорили, гипернадежная история. Стойки стабилизатора примерно на сотки. Втулки стабилизатора, либо стаб, в зависимости от комплектации автомобиля, примерно на 150 и примерно на 180 по передней подвеске верхней соленблоки. Если у вас был какой-то другой опыт, отпишитесь, пожалуйста, тоже в комментариях. Потому что мы хотели сделать честный отзыв, но, блин, в машине ничего не происходило. Если вы обладаете таким автомобилем, напишите, пожалуйста, в комментариях свой опыт владения. Потому что люди, кто хотят приобрести этот автомобиль, они увидят несколько точек зрения. И мы эти комментарии обязательно будем прикреплять. И там же вы сможете вести диалог. Очень круто, когда у нас в комментариях люди уже начинают объяснять, что кому, как, и даже какие-то технические особенности, как можно решить и рассказывать друг другу лайфхаки. То есть наш канал превращается в некий аналог Драйва 2, только такой очень на минималках. По подвеске вообще не за что переживать. Единственное, что это ступицы. Ступицы, одна хорошая кочка, прям очень хорошая яма, и ступичный подшипник пойдет по бороде. Ступичные подшипники можно поставить не оригинальные, а компании FAC, потому что они идут в оригинал. Стоят они около 4,5-5,5 тысяч. Все это зависит от курса доллара, евро, не знаю, как, короче, как поставщик выставит ценник. По такому примерно все и продают. В то же время, если мы берем оригинальные ступицы, они стоят около десятки. То есть вы экономите в два раза, получаете ровно такое же качество. Мы их уже ставим более двух лет, и в целом к ним нареканий ровно ноль. Ни одной рекламации по этим ступичным подшипникам они действительно себя хорошо зарекомендовали на длинной дистанции. А так все, подвеска голову вообще не делает. И здесь, я думаю, можно сразу же поговорить про тормоза. Тормозов огромное количество не оригиналов. Есть лайфхаки, как перепрыгнуть с 320 на 345, по-моему, тормоза. Я уже, честно говоря, не помню. Но мы это обязательно в табличке в описании напишем, чтобы у вас было понимание. Там просто меняются скобы, меняются тормозные диски и колодки. Даже при большом желании вы можете зайти на Drive 2, посмотреть, какие артикулы суппортов. И, возможно, вы перепрыгнете на 345 тормозные диски, и машина начнет тормозить намного веселее. Если вы катаетесь на Stage 2, то, наверное, уже усиленные колодки точно. Если вы прям рьяный поклонник скорости, то я бы рекомендовал, наверное, поставить четырехпоршневые брэмбовские суппорта. Потому что недорогие колодки, потому что все очень понятно в обслуживании. И при этом эти машинки очень производительные. И да, вы уберете подрессорную массу, потому что они алюминиевые, а не чугунные. Давайте будем честными. Вот по кузову на Allroad'ах, понятное дело, что, скорее всего, все будет оригинал. Это будет стоить недешево. Но когда вы приобретаете автомобиль, вы не собираетесь попасть в ДТП. И в целом, я надеюсь, что вы катаетесь аккуратно. Но мне этот кузов очень сильно нравится. То есть, мне он, честно говоря, даже больше нравится, чем B9 кузов. Там он немножко непонятный. Единственное, чем выигрывает B9 кузов, это гамма моторов, особенно двухлитровым дизелем, который действительно очень экономичный. Но Allroad' это та тачка, которую я бы рекомендовал всем. Вы можете ее оставить в стоке, чтобы она была повыше. И она выполняла свои функции, как это придумал завод. Вы можете ее сделать пониже. И она будет очень круто смотреться на том же стенсе, потому что у нее большое расширение. Давайте захватим электрику сразу же. Что по ним происходит по электрике? Ничего. Оно все работает. Оно абсолютно не делает голову. Что-то может пойти не так, только если туда залезли какие-то кривые руки. Лампочки у вас могут перегореть. Окей, это можно пережить. Аккумулятор может сесть. Окей, это тоже, думаю, можно пережить. Вентилятор печки начнет гудеть где-то к 150 тысячам километров. Но при этом можно продлить жизнь раза в два, просто периодически его смазывая. Все. То есть, ну, иллюзия ломучего ВАГа, мне кажется, она рассеивается с каждым разом, когда люди начинают приобретать эти автомобили и кататься. Именно поэтому на данный момент в России, по-моему, ВАГ один из лидеров по продажам. Единственное, кто его перегоняет, это корейцы. Но там совсем другой ценовой сегмент. В машине, от которой можно балдеть, лично по моим убеждениям, ВАГ пока выигрывает. И выигрывает очень сильно. И как бы мне грустно не было, на самом деле владелец продает этот автомобиль. Но продает он его в трейды, но он окажется на одной из дилерских станций в Санкт-Петербурге. Поэтому, если вы хотите себе найти живой А4 Allroad, ищите его где-нибудь на Автору, либо на Авито. Едьте, смотрите. Тачка действительно очень крутая, действительно очень живая. Плюс у нее интересный салон коричневый, как я люблю, и называю его цвет какашки. Но, по мне, это идеальный цвет для салона. Очень необычно и очень богато смотрится. Подводя итог по этому автомобилю, я бы его реально брал. Единственное, что я уже немножко зажрался, и все-таки у меня цели некие стоят другие. Я хочу себе либо RS6 4G кузов, либо, наверное, S8, либо A8. В общем, я себе хочу что-то такое более ярое. А если вам нужна просто машина, которая будет доставлять удовольствие, которая будет ехать маленькие 5 секунд, при этом жрать адекватные деньги на 2-литровом турбированном, надежном, блин, моторе с офигенной DSG и полным приводом, то это действительно ваш автомобиль. Я бы его рассматривал, выхватывал именно этот экземпляр, ездил и радовался еще 1150 точно. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик, и до скорых встреч. Смотри, фетиш. Чтобы понимать, в каком состоянии тачка. Наклейка на порогах, прикинь. Наклеечка на порогах. И на всех причем. А вы говорите, что тачки на стейдже брать нельзя, они все усосанные. На самом деле, когда люди делают на машине стейдж, они за ними следят в разы больше, потому что человек, который сделал стейдж, он уже понимает, что он несет дополнительную ответственность за автомобиль, и ему с этим автомобилем жить. Именно эти люди меняют масло раз в 5-7,5 тысяч. Именно эти люди обслуживают машину только оригинальными компонентами, либо очень качественными. И именно эти люди следят за ними так, как никто другой. Я, честно говоря, когда ищу машину на вторичке, там, знакомым, если стейдж 2, он меня вообще не пугает. Нужно просто приезжать и смотреть. Там два варианта этих автомобилей. У них нет среднего состояния. Либо это дрова-дрова, либо это гиперухоженные автомобили. Либо это дрова-дрова, 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 Продолжение следует...